Главное управление разведки Украины представляет мобилизация по-русски. Пришла повестка утром, около 8-9 часов принесли повестку. Сказали, 1 числа будешь с документами со всеми в военкомате. Потом приехали в обед, в 12 около часа, сказали, не дай мой, дай их одевать и поехали. Собрались по автобусам и вперед. Улыбнитесь, ребята, улыбнитесь, мы все с вами. Все с вами. Ну-ка, улыбнитесь. Отставить слезы, мужчины. Поводов для улыбки у солдат кажется действительно немного. По подсчетам российских СМИ, за месяц, а именно столько длится так называемая частичная мобилизация в России, уже погибли около полусотни новоиспеченных военных. Причем большинство, свыше 30, не успели даже доехать до фронта. Житель Тувы, призванный в рамках мобилизации, умер в военном лагере в Новосибирске. Это уже третий случай в Новосибирске. Предварительно речь идет о происшествии со смертельным исходом вследствие употребления спиртных напитков, утверждают власти. Некоторые из мобилизированных совершают суицид, другие погибают при невыясненных обстоятельствах. А их родители с телекрана утешает местный священник на православном канале Спас. Рожайте больше, будет отпускать легче, говорит. Если дама, исполняя эту заповедь Божию, плодитесь и размножайтесь, отказалась от, соответственно, искусственных средств прерывания беременности, то, очевидно, ребеночек у нее будет не один, а больше, в большинстве случаев. А значит, ей не так больно и страшно будет, соответственно, с ним расставаться. Не так страшен черт, как его молюет. Рожать и вправду нужно, ведь российские военкоматы гребут всех, до кого могут дотянуться. Вот фото Антона Нарыжнева. Ему срочку не дали. Даже учитывая, что у парня был сломан позвоночник, а еще экзема и больные колени. Антон уже в армии. Из страны массово сбежали мужчины, а план по мобилизации выполнять нужно. Вот что о результатах первого месяца рекрутинга говорят аналитики Конфликт Интеллигент Стим. Это группа журналистов-расследователей, выходцев из России. Мобилизация провалена в части набора людей с соответствующими военно-учетными специальностями, боевым опытом и на уровне их материально-технического обеспечения и военной подготовки. Сами солдаты, вероятно, начинают что-то понимать. Вот на видео к только что мобилизованным обращается глава района. Уважаемые мобилизованные, идете все-таки не мясо, а нормальными бойцами. С подготовкой. Родственники. Им объясните. Родители. Родители моим объясните. Иногда с момента мобилизации до того, как военные попадают на фронт, проходит 5-10 дней. Так что готовят их прямо пропорционально времени и возможностям. Вот, например, в Иркутской области шаманы вручают обереги мобилизованным землякам. Защищать армейцев на линии столкновения будут не боевые умения, а навыки, а талисманы под названием «Толи». У бойцов 423-го Ямпольского полка и этого нет. Равно как и достаточного количества оружия, а также пищи, воды и одежды. У нас обеспечения патронов нет, гранат толком нет, жрачки нет, воды нет. Без обучения, без всего отправили сюда. Везде нас на ***. Кантемировской дивизии *** постоянно. Пол ни обучения, ни снижения нет. Люди приехали в своей форме. Задачи не ясны, направление сил противника не ясно, связи нет. Обстрелы постоянные. Да, обстрелы бесконечные. Сегодня ночью 8-200-х, трое раненые. Этот полк Кантемировской дивизии уже не впервые жалуется на условия. Вчера в сети появилось видео от так называемых коллег, которые к боевым действиям только готовятся. Что-то спить на полу. Еды нет, воды нет. Все добываем в деревне. Бронхиты, воспаление легких, невриты, антрозы, остеохондрозы. Половина вещей личного имущества стало разноровано. Надеются в таких условиях разве что на Божью помощь. Как вот эти солдаты, их прямо на передовой крестили. И что символично, святую воду слили прямо в пакет для трупов. А вот в Якутске успокоить решили не мобилизованных, а их семьи. Семьи мобилизованных горожан могут обратиться в центр поддержки семей участников за единоразовым продуктовым набором, состоящим из свежих овощей. Это капуста, картофель, морковь. По словам Путина, мобилизация должна завершиться уже через два дня. В некоторых российских регионах уже отчитались об ее окончании. Впрочем, по сообщениям российских СМИ, в ряде из них продолжают забирать людей на войну.